Меня зовут Александр, мне 27, я программист. Моя лекция будет про кибератаки, киберпреступников. Но для начала давайте ответим на такой вопрос небольшой. Кто считает из вас, что мы живем в достаточно безопасном мире, где доступ к вашим данным можете иметь только вы и никто больше? Я имею в виду в злых намерениях. Поднимите руки. То есть мы живем в безопасном мире, все хорошо. Кто считает? Никто не считает? Один человек у нас оптимист есть. Здорово. А кто считает, что мы живем в достаточно опасной, агрессивной информационной среде? Подождите, поднимайте руки. Которая может произойти что угодно. И нужно одевать вот такие вот шапочки из фольги, копать бункер, углубляться и защищаться. Поднимите руки. Ну, как-то странно. Остальные воздержавшиеся... А, остальные что поднимите? Тогда я включу режим порноика. Вот. Сейчас. И буду выступать на лекции с такой лошадочкой. На самом деле, потом вы поймете, почему. Итак, для начала давайте определимся с термином кибератаки. Что это такое? Самый общий термин, к которому сложно придраться, это, допустим, будет таков. Это покушение на информационную безопасность компьютерной системы. Это общий термин. И давайте рассмотрим подробнее, что это вообще такое. Если поделить кибератаки на два направления, их можно разделить на социальные и технические. Социальные — это когда злоумышленник использует различные психологические приемы для того, чтобы выудить какую-то информацию, побудить на какие-то действия. То есть это чисто психологические приемы. Технические — это, ну, соответственно, задействуются технические средства. Это различные там скверлинг-инъекции, различные там ГДОС-атаки и прочее. Ну, про них мы поговорим чуть позже. Первая часть можно представить вот такой вот небольшой картиночкой. Например, я могу отправить вам подобное письмо на почту, попросить вас ввести номер вашей кредитной карты, CVV-код, для того, чтобы вы смогли проверить, что ваша карточка не находится в базе данных хакеров. Ну, нужно убедиться в том, что вы в безопасности. Есть ненулевая вероятность, что один, например, из тысячи действительно придет эту информацию, и она попадет тому, кто отправит эту письмо. Итак, мы медленно подходим к первому виду атак, это фишинг. Фишинговые атаки — это наиболее распространенный вид атак из направления социальные, и суть, в принципе, метода заключается в том, что, как и с реальным процессом в реальной жизни, рыбалкой, забрасывается наживка, в данном случае это пресна, и какая-нибудь доверчивая щука, она ловит эту наживку, и мы получаем профит ввиду какой-нибудь рынки. Для того, чтобы получить такую информацию, могут применяться методы социальной инженерии. Это такое специальное направление, где злоумышленник может использовать различные способы выуживания информации. Например, ваши странички в социальных сетях, если они открыты, если вся информация о ваших копиях открыта для общего доступа, это может быть использовано для составления релевантного письма. Например, если вы являетесь фанатом Гарри Поттера, или вы увлекаетесь альпинизмом, я могу составить некоторое письмо, где напишу, вступай, у нас есть новая группа для патераманов, там есть все твои друзья, общайся, переходи по ссылке. Это более, скажем так, может заинтересовать вас и сработать, потому как я узнал ваше хобби и, соответственно, составил необходимое письмо. Вторая часть направления, техническая, наиболее популярным видом является DDoS-атаки. Это шифровка distributed denial of service, то есть это отказ от оборудования, удаленный от обслуживания. Если представить этот вид атаки более простым способом, давайте представим супермаркет, который обслуживает три района, там работают три кассы, все хорошо, нет очередей, все нормально, все работает. Но, допустим, есть конкуренты, новый открывающийся супермаркет, который хочет остановить работу этого супермаркета и он может нанять вот таких вот ребят, которые зайдут в супермаркет, начнут создавать искусство на очереди, то есть мешать людям реально осуществлять покупки. В принципе, они не будут ничего делать противозаконного, а просто они будут создавать самотоку, что может привести к полной остановке супермаркета и, собственно, к имиджевым потерям и всему остальному. Такой вид атак, он достаточно прост в своем исполнении. Для того, чтобы его осуществить, вам нужно просто большое количество людей, которые будут отправлять запросы на один сервер некоторое время. Но самым ядерным таким термоядерным видом атак является атака через бутнет. Это когда вас не просто заражают, а вы еще заражаете других людей, и они заражают других, и так по цепочке набирается снежный ком, и в определенный момент времени они могут начать выполнять запросы на один ресурс или на несколько. В определенный момент времени они как зомби начинают атаковать какой-то сайт. Для того, чтобы осуществить такой вид атак, используются различные инструменты. У меня здесь представлен один из самых популярных, это Loic. Здесь можно ввести URL или IP-шник, параметры атаки и начать атаку. То есть реальные дотсеры, которые осуществляют атаки, они устанавливают себе подобные штуки, договариваются про какое-то время и начинают атаку. И давайте перейдем к знаковым личностям в киберпреступности, киберпреступникам, так называемым. И самым первым у меня вспоминается Ким Митни. Это легендарная фигура из старой школы. Он занимался вначале тем, что взламывал компьютерные сети, школьные сети, таксофоны, переключал людей на таксофоны, слушал их реакцию. Было прикольно, забавно. Ему это нравилось. Потом он начал взламывать корпоративные сети. В конце концов, он взламал пентагон, за что на него начали охоту, открывали дела. У него достаточно длинная история. За ним охотились, он убегал. В конечном итоге его все-таки арестовали. На данный момент он занимается бизнесом и, в общем-то, не шелит. Это Джулиан Асанж и его проект Wikileaks. Джулиан тоже в прошлом программист. Больше он известен своим проектом, как журналист, на котором были выложены достаточно большое количество компрометирующих материалов на знаковых фигур современности, на политиков, дипломатов и прочее. У него также длинная судебная история. На него тоже открывали кучу дел. Его хотели арестовать и в некотором временном периоде им это удавалось. Это вызывало бурю возмущения в интернетах. Мы об этом не будем сейчас рассказывать, потому что у нас 15 минут всего. И мы переходим к вот этим двух парням. Это Петер Сунде и Готфрид Свардхольм, основатели пиратской бухты. Это один из самых популярных ресурсов по варизному софту, типа как пиратскому софту. Вы можете найти на этом ресурсе музыку, фильмы, программное обеспечение, скачать. И Сноуден, и его информация про проекты PRISM вызвала такую бадкерд некоторые, потому как все подозревали, что спецслужбы, в данном случае МВ, имеют возможность получать информацию про любую персону, которую можно заинтересовать. Пересадь ходить, хорошо. Окей. Но не было никаких конкретных подтверждений этому. И вроде бы все знали об этом, но никто не говорил. А он как бы вот вышел и сказал, на самом деле все за всеми следят. Самой изюминкой этого дела явилось то, что самые большие IT-гиганты, такие как Facebook, Google, Microsoft и прочие, они участвовали в этой программе и сливали информацию своих пользователей. Silk Road — это ресурс, который уже не функционирует. Первая версия, по крайней мере. На данный момент, если я не ошибаюсь, есть вторая и третья. Никто не знает, кем они созданы. Я буду покачиваться, хорошо? Меня это немножко... Не знаю, стукайло. Это Darknet-магазин, в котором можно было купить от легких наркотиков и заканчивая оружие. У него тоже длинная история. В 2013 году основателя арестовали и, в общем-то, закрыли этот проект. На данный момент есть две версии, никто не знает, кто их создал и как они работают, поэтому неизвестно. Анонимусы — это знаковое, ну, даже не персоны, это сообщество, которое... Это люди, объединенные одной идеей — свободы и анонимности в интернете. Они отстаивают эту идею путем различных способов, в том числе и DDoS-атак. Значит, у них тоже очень-очень интересная концепция, и самое главное в том, что у них нет лидера. Это полностью децентрализированная структура. У них нет конкретных ресурсов, определенных, на которых их можно найти и вычислить. То есть это просто идея, вокруг которой объединены какие-то люди. И определенные шаги государств по вытеснению, допустим, свобод в интернете вызывают реакцию людей. И так или иначе, например, законопроекты СОПА и ПИПА, звучит очень смешно, но в реальности это были достаточно жесткие законопроекты, которые не приняты, именно в том числе благодаря деятельности вот этих людей. Если мы говорим про кибератаки, невозможно не упомянуть про ТОР, потому как ТОР это одно из таких сред, где можно находить информацию, в общем-то, и коммуницировать, серфить по интернету анонимно. Если в двух словах, то это интернет без посредников, точнее, наоборот, интернет через посредников. Обычный интернет, если вы заходите на сайт Facebook.com, например, ваш провайдер знает, что вы посещаете конкретно этот сайт на конкретном IP-шнике. Если вы используете эту сеть через определенные ТУЗы, через определенное программное обеспечение, ваш провайдер знает только то, что вы пользуетесь ТОРом. Он не знает, куда вы ходите, он не знает, какие запросы вы отправляете, он не знает, с кем вы общаетесь, он вообще ничего об вас не знает. Вы отдаете эту информацию посредникам. По умчанию их трое, но это может настраиваться. Каждый из них в цепочке, он знает только своих соседей. Он не знает всю цепочку. Поэтому, если кто-то взломает, допустим, один узел в сети ТОР, он не получит полной информации о том, куда отправлялись пакеты. Он получит лишь информацию о соседах. И поэтому, пока на данный момент считается, что для того, чтобы взломать конкретно, полноценно дианонимизировать ТОР, нужно овладеть как минимум 60% узлов в сети. Пока это, насколько я знаю, нереально. Поэтому вот так. Итак, давайте подведем итоги того, что мы услышали сегодня, и какие вообще могут быть какие-то рекомендации, что ли, в этом отношении. Не верьте никому, как и в реальной жизни, это очень действующий совет, полночание. Потому что, если вы получили письмо, в котором сообщается, что вы выиграли, например, миллион, или вам поступило какое-то наследство, или что-то еще не важно, полночанию не доверяйте этой информации. Только если вы убедились в том, что это действительно правдивная информация, доверенного источника, не знаю, позвонили человеку, спросили, действительно ли тебя забрали в милицию, и нужно делать какие-то шаги. Ну и то, этого иногда тоже недостаточно, потому что есть разные способы для того, чтобы эту ситуацию симулировать. Поэтому не доверяйте ничему. Это сложно как-то конкретно озвучить на ферме. Обновляйте ПО из делеренных источников. Это тоже такая проблема. Раньше она была особенно актуальна, когда не было зашитых репозиториев. Насколько я знаю, во всех самых популярных операционных системах уже есть предустановленный список репозиториев, из которых вы можете обновляться. Поэтому ставить ПО из стремных источников вы делаете на свой страх и риск. Вы не знаете, что стоит за этим. Действительно, вы откачаете там, не знаю, демерар или там что-то другое. Или это, допустим, демерар с каким-то, с каким-то бэкдором, который зашит, и вас могут потом использовать. Неизвестно. Не доверяйте, не переходите по разным стрёмным ссылочкам, типа таких вот. То есть заработать миллион за первый месяц реально, да, действительно реально, но, возможно, с вашей помощью и не заработаете. Всегда думайте перед тем, как крикать на что-то, потому как даже в современных браузерах уже исправлены, насколько я знаю, все уязвимости по установке без подтверждения пользователя. Если вы перейдете по такой ссылке, ну, предположим, и вам предложат установить какой-то плагин, вы нажмете ОК, несмотря на то, что вам там предлагают, вы уже как бы подвержены инфекции, подвержены риску. Да, обновляться нужно. Иногда с этим возникают проблемы, но есть критические обновления по безопасности. Допустим, недавно вышла такая новость о том, что Google нашел очередную иззвимость Windows 10 в одной из библиотек графических. Они опубликовали это спустя 10 дней после того, как они проинформировали Microsoft. То есть Google сначала нашел, сказали, ребята, у вас здесь дыра, исправьте. Они не исправляли. 10 дней вот прошло. Этой иззвимостью пользовались большое количество хакеров. Много пользователей пострадали от этого. Так как они увидели, что нужно что-то делать, они выпустили это в паблик. Ну, собственно, теперь все знают о том, что есть там определенная схема, благодаря которой можно получить удаленный доступ к машине. Поэтому нужно обновляться. Не используйте простые пароли. Ну, тут достаточно все просто. Если вы используете простой пароль, его легче подобрать. Даже если ваш компьютер защищен, очень часто бывают, случаются утечки с ресурсов, на которых вы зарегистрированы. Если вы используете простой пароль, его просто быстрее подобрать и использовать уже в других целях. Поэтому, если подводить итоги вот вообще-вообще всей этой лекции, можно сделать, наверное, такой вывод. Соблюдайте гигиену. Не только в интернете, но и, наверное, в реальной жизни пользуйтесь контрацептивой. Спасибо. Если есть вопросы... Шапочка, я уже говорил, то есть я включаю режим паранойка, поэтому я защищаю все от радиации, от всяких излучений. Тема лекции в этом. Пожалуйста. Как происходит защита в офисе с там от 12.2? Ну, есть различные тузы, которые наблюдают за экономерность того, что если есть какие-то запросы подозрительного характера, они несут никакой информативности, то есть там симфурм, с определенных API-шников, они просто манят какие-то API-шники, они не просто отрубают ресурс для того, чтобы подождать какое-то время. Есть различные способы через посредников, то есть есть клоуфраг, который вас защитит от таких штук. Ну, есть админы, которые просто наблюдают за атакой и в самых критичных случаях лучше просто отключить, наверное. Еще одна. Насколько безопасно хранить информацию в облачных хранилищах? Безопасно, верно? Ну, скажем так, это, наверное, не более безопасно, чем хранить, не менее безопасно, чем хранить у вас на кухне. Потому как взлом в облачных хранилищах достаточно сложная операция и проще забрать вашу машину. В чем отличается фишка режима невидимки, который есть у многих граузд, что он дает, что он не дает? А, порно-режим, это очень интересно. Он просто не сохраняет вашу историю, куки там, все, то есть вы серфите по интернету. По сути, если ты не смотришь в порно, то это твое письмо. Почему это? Ну, не знаю, зависит от того, что вы говорите со с вами. То есть он просто не сохраняет вашу историю, не логирует ничего. У вас все начинается с чистого листа потом. Конечно, не то, если вы пользуетесь Google, есть там персонализированный поиск, это тоже не будет влиять. То есть если вы ввели там какую-нибудь фразочку, да, стрёмную, которую не хотите, чтобы потом он реагировал на это, если вы поиски, да, или посетили какие-то сайты, они потом досвечатся другим цветом, но тоже. Если ты параноик. А? Если ты параноик. Да. Ну, нет, это недостаточно. Это, это явно недостаточно. Для того, чтобы полностью включить режим параноика и имплементировать его, короче, в конечной фазе, нужно скачать себе на флешечку какую-нибудь версию персонки, например, Tails, ну, тот советует Tails, потом с этой флешечки поставить в другую флешечку уже полноценную операционку, то есть это не вайф везде будет, и вот с нее ходить везде, вот, то есть с флешечкой. То есть... Это будет параноик. Ну, да, но при этом желательно включать все там, не знаю, мобильные устройства, то есть вы должны быть полностью изолированы, кроме этой флешки ты же ничего не пользуешься. понятно, спасибо. Ну, это связано так, что как только осуществляются какие-то попытки арестовать ту или иную знаковую личность, типа Асанжи, люди в соцсетях это видят, в интернете публикуются информацию. Это как бы вызывает управление в интернетах, и люди собираются и давайте, блин, положим, например, сайт, не знаю, какой-нибудь, какой-то мэнбэй еще вполне будет. У нас, кстати, когда закрывали XUI торрент, известная история в прошлом году это осуществилась, неизвестно, полезно это или нет, такой спорный вопрос, то тоже на какое-то время украинские анонимусы, они что-то там додосили, я не знаю, сколько это результативно было. Вообще, это больше такой, ну, не то чтобы пиар-ход, ну, положить сайт президента Украины, там, кому нужен кто-то такой. Я не знаю. Это больше такое, типа, вот, показать, что вот есть люди, которые против, и они готовы делать что-то. Возможно, потом это может вылиться в какие-то протесты, которые, например, были по СОПО, типа. По этому проекту были реальные протесты на улицах, большие, массовые, десятитысячные, которые потом в конечном итоге привели к тому, что все откатило назад. Я не знаю, честно, я так вот не слежу за украинскими так и с отрагами. Они могли сами сречь, потому что они могли сами сречь, потому что я не могу покупать билеты. Это очень сложно сделать. Это кукер, да, это кукераминитер, да, этот, ну, не знаю. Насколько жизненно необходимо заклеивать объективы на ноутбуках, чтобы за нами эти были средства? Да, это необходимо делать, если шапочку настирую, просто разом заклеить все иные средства, которые мы, в принципе, используем. Нужно заклеивать карты. Обязательно. Можно синим скотчем. Обязательно синим. Еще раз. Два факта. Да, это круто. Это хорошо. Это используется в многих банкиных, например, банковских системах. Это хорошо. И это действительно повышает устойчивость безопасности системы. То есть вы, ну, например, не буду регламировать никакие банки, но вот есть один банк, который, например, сходил по телефон перед тем, как писать. Да, вы поняли, короче, о чем я не хочу. И в фигулах. Ну, или там смс-ку отправляем. То есть это действительно хороший способ. Для того, чтобы это взломать, нужно вот взять ваш пароль, еще и взять телефон наш, чтобы получить доступ к смс-ку или звонку. А это сложнее. Это никто и будет идти. То есть гораздо... когда у вас там на экранчике какой-то пароль временно не подсвечивается. да, это хорошо. Наиболее простой способ, чтобы не оприменять пользователи с вот этими билоками. Ну, реально авторизация через смс-ку или дополнительный шаг. Еще вопрос? Да, говоря о конспирологии. Как вы считаете, жив ты Джулиан Асанж? И, допустим, вы крутой хакер, вы заперты в посольстве Эквадора на территории Великобритании. Вы его пересекаете, вас арестовывают. Что бы вы делали в этой ситуации? Ну, я все-таки я вам просто жив, я вам не знаю. Но есть, как бы, наверное, подтверждение того, что он, наверное, жив и с полным мертв. Ох, и зэ. А, Асанж жив, да? Да, все жив. По поводу того, что бы я делал, я не знаю. Это сложная ситуация. Можно покопать бункер вниз и вылезти из другого конца земли, а? Нормально? Можно в основном выход. Ну, правда, так будет, другие проблемы. Чисто физически важно. Еще вопросы? Если вы себя относитесь к числу таких хроноидов, которые у нас в шапочке, почему мы встречаемся в публичных билетах? Я, ну, это, типа, табличка сарказма. Должна выйти. Ну, я не отношу себя к хроноидам. У меня, на самом деле, открыты странички в соцсетях и в фейсбуке. Вы можете меня найти и проконтактировать со мной для того, чтобы поучаствовать в этом проекте. Поэтому, ну, это вопрос личный. То есть, если вам есть что... Я не ставлю вопрос так. Если вам есть что скрывать, вот, если вам есть что скрывать, значит, вы хотите, значит, анонимность для того, чтобы скрыть что-то там важное. Это личный вопрос каждого. Это не играет роль, есть ли вам что-то скрывать или нет что скрывать. Я открываю свои странички только потому, чтобы... А? Вы можете написать на ней просто вопрос в связи с этим. Ввести в заблуждение без службы, конечно. Только кто этим... Ну, я сомневаюсь, что я там такая знаковая персона, чтобы кто-то будет интересоваться. Я только начал. Да. Еще вопросы? Да. Если нет точно вопросов, то вот самый классный вопрос мне понравился про футфакторную авторизацию. Я дам блокнотик с ручкой. По приветствияому человеку по приветствиям. АПЛОДИСМЕНЦИЙ Продолжение следует...